Е-карт. Российская компания, расположенная в городе Челябинск. Производят электрокарты с различной мощностью двигателя. 3, 5 и 10 кВт. Применяемый тип электродвигателя. Синхронный, постоянного тока на постоянных магнитах. Отличительные особенности российских карт – это простота конструкции и дизайна. На картинге имеются такие опции, как наличие заднего хода, индикатор заряда батареи, а также некоторые и другие, как у современных производителей электрокартов. На карты устанавливаются аккумуляторы на основе литий-железо-фосфатных элементах. Но по заверению производителей легко можно его заменить на обычные литий-ионные аккумуляторы емкостью 48 Ач. Преимуществами литий-железо-фосфатных аккумуляторов является отсутствие склонности к самовоспламенению и отсутствие возгорания при перегрузках. Их недостатком является зарядка около 1 часа. Обычные литий-ионные аккумуляторы заряжаются минимум в 2 раза быстрее. Е-карт с мощностью электродвигателя 3 кВт имеет максимальную скорость 40 км в час, запас хода 50 минут, время заряда от 30 минут до 2,5 часов. В электрокартинге предусмотрена рекуперация энергии при торможении, так что накладки на тормозных колодках практически не изнашиваются. Скорость саморазрядки литий-железо-фосфатных аккумуляторов не более 3% в месяц, так что их можно хранить заряженными в ожидании клиентов. Все тягово-скоростные характеристики сохраняются при уровне заряда от 15 до 100%. Тормозная система гидравлическая. Индикатор заряда батареи может быть выполнен в виде дисплея. Для карта с мощностью электродвигателя 5 кВт все характеристики те же. Максимальная скорость 60 км в час, а время движения между зарядами 40 минут. Масса карта 116,5 кг. Карта с мощностью электродвигателя 10 кВт может разгоняться до 70 км в час и ехать без зарядки 20 минут. Максимальная скорость движения карта на всех моделях ограничена электроникой и с соображением безопасности. Стоимость карта в компании Екарт в зависимости от модели и комплектации от 280 до 365 тысяч российских рублей. Это примерно от 3,5 до 4,5 тысяч долларов. Как вы можете заметить, цена ниже, чем у европейских конкурентов. Характеристики те же, а вот дизайн сильно уступает. В свою очередь, от стоимости карта зависит стоимость проката. И тут необходимо смотреть на долю амортизационных отчислений в стоимости проката. Кстати, на сайте компании Екарт есть ссылка на бизнес-план по организации услуг прокатного картинга с использованием картов этой компании. Учитывая данные этого бизнес-плана, можно сказать, что 60% от капитальных вложений составляет стоимость машин. А при учете расходных материалов, заработной платы персоналу и расходов на экипировку, это число будет еще меньше. Если не на порядок, то как минимум в два раза. А так как картинг от европейских производителей стоит в полтора или в два раза дороже, чем карты компании Екарт, то получается, что стоимость проката на этих картах по сравнению с использованием европейских карт будет на 15-30% дешевле. А что бы выбрали вы? Прокатиться на дешевом карте? Или на 15-30% дороже, но на карте с хорошим дизайном? Обязательно пишите ваше мнение в комментариях. В любом случае, проект Екарт является смелым вызовом импортным электрокартам, который был создан на территории бывшего Советского Союза.